ну чё, братва, всем привет LED-бар у нас уже стоит кто на инстаграме подписан тот чуть-чуть видел в ту субботу я установил так же само поменял термостат и поменял что мы ещё меняли с вами, кто помнит в ту субботу не до съёмок мне было поменял кондишенский мотор компрессор купил вот сегодня трубку сейчас будем ставить афреон до сих пор текёт и поменял ещё расширительный бачок и вот она лужа у нас капает прям вот по этому шланчику вот отсюда вот вот этот зажим какой-то получился у нас вообще хреновый вау прокручивается шланг плохо 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 делаю вот столько вытекло у нас ведь я вчера здесь ковырялся добавил значит термостат у нас вот он вот здесь чтобы туда болт открутить внутри надо было компрессор снимать вот отсюда у нас до сих пор гонит я уже сальничек вот там даже видно вон ещё моторчик новый теперь эту трубку поменяем не знаю что за ерунда или вот этот крепёж плохой а крепление идёт с этой трубкой или эту трубку надо с креплением менять ну вперёд начнём с этой трубки откуда вытекает так как это была первоначальная проблема с ней начнём ослабляем два болта которые просто трубочку держат не ослабляем а полностью откручиваем здесь у нас всё просто вот видите потолще этот самый поставил то ли трубочка вот здесь вот вот снашивается то ли сам вот этот зажим ага есть конечно чуть-чуть чтобы не пришлось там ещё этот весь менять сейчас опять новые сальнички поменяю ну а на этой стороне у нас тоже всё чётенько сорвалось здесь просто большая гайка новый шланг у нас идёт вместе с этими сальничками так что всё чётко вытаскиваем его подмеряем вроде он самый ну чё заведём где у нас тут ключ слева уже забыл как заводится трак хотя вчера заводил маслал здесь сидел кондишн пытался заправить каждый раз получается у меня баночка фреона уходит ну ничего фреон дешевле чем шап отдать а американские шапы вы уже поняли да вот вчера вопрос был чё вы не договорились а с шапом сами бы там мотор поставили не дают всё за энчоринца нету дядьки энчоринца покрыть нас чтобы мы работали у него в шапе это Америка в Америке здесь ничего нельзя ничего нельзя вот как-то так так что пришлось от рака забрать домой и делать всё своими силами будем заливаем баночку и смотрим и смотрим и смотрим так что и смотрим как и смотрим Продолжение следует... Теперь заглушили двигатель и просматриваем все соединения. Вот у нас конденсор впереди. Две трубочки сухие, все четенько. Одну трубочку мы поменяли. И в этом месте у нас пока тишина. Это у нас старый фреон. Мне даже вытереть нечем. Тряпки нема с собой. Ну, тут вообще ни одной бульки. И уже даже на мое профессиональное музыкальное ухо слух не слышат. Так что четко. Три банки я уже бухнул. Мотор идеально включается. Завтра я заказал онлайн. У нас уже в Вашингтоне не купишь фреон нигде. Надо все теперь заказывать, чтобы присылали. С других штатов. Экология. Нельзя фреон сейчас сам заправлять. Только в шаппизи. Вот так вот. Так что все четенько. Здесь у нас шланг сухой. Не шипит. Здесь я привязал на одну, прикрутил назад. Это не совпадается и начинает его гнуть. Если гнешь, тогда он получается вот здесь огнется. Я его сейчас не хочу перегинать. Иначе со временем он там опять будет выгнутый. И опять может пропускать. Так что вот такие дела. Кондишн завтра подзаправим. Уже холодным дует. Классно. Так что трак готовый на Техас. Ну, или на Флориду. Это как пойдет. Тема красавчик. Уже флотбеда взял. Ну, что я думаю, два мотора выдержит. Два мотора. Коробочка. Я думаю, здесь толстые эти самые. Нормальный трейлерочек. Сегодня все заберем. Все моторы, все коробки, все радиаторы. Ну, что, братва. Первую ходочку вот так делаю. На своем трачке. Пока делать нечего. А уже к вечеру поближе. То приедем забирать все остальное. Ну, что, помаленьку переезжаем. Вот они у нас гильзы. Такие. Нормательные. Ну, пять штук. Шестую разнесло. И вот он у нас. Булгир. Зубчики нормальные везде. Болтики. Пинут кавер, да? Радиатор довезли до тележки. Сейчас фурклифтом поднимем, погрузим. Шестинзе пошел. Шестинзе пошел. Система ниппель. Мой блок пошел. Я его еще не купил, Тёма говорит. Ты еще не купил его. Ты мне еще бабки за него не дал. Уже, говорит, мой блок. Хотел прикарманить. Ну, что, Тойотка рулит? Погрузили. Головку. Ну, чтобы каждому по одной голове, да, было. У меня головка. Это у нас новая. Ну, и остальное все. Трейлер даже не просел. Красавчик. Один Кетерпиллер. Взяли просто на растяжку. Одну стропу с одной стороны, другую с другой. Здесь так же самое. Одну с одной, другую с другой. Радиатор, зажатый полностью двумя моторами. Он вообще не шевелится. Ну, маленькую стропу кинули для красоты. Вдруг какой-то дядька полицейский не так поймет, остановит. Этот блок тоже солидно сидит. Одну стропу поперек кинули. А две мощадки хуже. Это я ими гранит цепляю. На растяжку взяли. Впереди. И все. Ну, и головка. Третья башка, да? Это у нас три башки получается. Вау. Ну, и коробочка. Римен. Красного цвета она получается переделанная. Хотел дату найти. Иногда бывает дата, когда она сделана. 18 торка RTLO 18 9 18 speed B. Вот такая коробочка. Классно. Все замотали, все обмотали. За все про все дядька взял, хороший дядька, взял 1700. Тёма говорит, а что так мало? Тёма ему две штуки дает. Вдруг он нам опять понадобится. У него сейчас просто нехватка рабочих механиков. Но нету, говорит, механиков и все. Некому поставить мотор. Поэтому мы забрали. Как я говорю. ШАП американцы не дают использовать. Из-за insurance liability. Из-за страховки. Я вам прикол не показал. Тёма установил воздушные аэрбэги назад. Очень так ничего получилось. Кто-то говорил про амортизаторы, что мы их не так поставили. Так хоть грязь не будет на них внутрь попадать. Стекает и всё. Мы то же самое думали, как их поставить. Потом гугнули. Гугл сделали. Гугл сказал. Ребята сказали. Как хочешь, так и ставь. Это твой preference. Хочешь кверх ногами. Хочешь по-другому кверх ногами. Так что пока тается так. Не понравится. Переделает. Так. У Тёма вот такой сэрап. Вставляешь. Это идёт. Одна ниппелька идёт на два аэрбэга. Да ты чё. Система ниппель. Чтобы подкачать. Аэрбэги воздушные. И что, они сейчас качаются, да? Воздуха маловато. Давай ещё. Ну, систему вы поняли, да? Он чуть-чуть просевший. Я думаю, нормально. А, ты ещё и гейджем проверяешь, да? Ага. 52 PSI. Это много. Или 100 можно. Можно 150. 52 PSI, короче, в аэрбэгах сейчас. А можно, говорит, 150. Так что нормально. Всё, братва, поехали. Так. Мы мешаемся, мужики. Говорит. Дедушка, сдавай. Опять поезд, ребят. Пытаемся выехать. А тут такой монстр катается. Тёма, красавчик. Тёма знает своё дело. Сейчас его загнёт буквой Z. И опять по парковке объедем этот поезд. Всё то же самое, как вчера. Только вчера было вчера, а сегодня есть сегодня. Понимаете, да? Вот так вот авозятся Кетерпиллеры. Два Кетерпиллера. Коробочка сзади едет. Всё нормуль. Дядя Вова тоже. Тёма тоже вот красавец. Так, 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 так. Погнали здесь у нас этот turnabout. Turnabout. Надо с Тёмой повернуть красиво. Самое главное, чтобы ментов не было. Нельзя снимать, как бы, да? Мы поехали вокруг, так как, чтобы до меня добраться другим путём. Очень крутая гора. Тёма говорит, давай, будет меньше нагрузки на трака, если поедем. Просто по 99-й объедем по ровной дороге, да и всё. Вон, трафик на пятёрочке у нас. Пятёрка, как всегда, стоит. Индус на Салатовом. Петруни. Скорость у нас 55 пель в час показывает, спидометр. Кто-то спрашивал, работает, не работает, да не. Всё чётко работает, показывает. 55 строго держит. Мы всегда идём по приборам. Вы шо? Вон ещё какой-то пятюня едет. Навстречу. О! А, это же этот самый? Да ты чё! Да ты чё! Анищенко, Денис, привет тебе! Денис, поехал! Красавчик на синем. Новенький себе взял. 389-й. Как-то надо будет встретиться с тобой, Денис. Снять, обзор сделать. Сегодня у нас опять день покатушек. Как мы переезжаем, да? Второй день переезжаем. Вчера трака только дёрнули. А сегодня все остальные запчасти. Значит, забрали мы всё полностью. Больше мы до этого механика не ездим. Может, когда-то что-то, я не знаю, когда вот эта вот, как говорят, эпидемия закончится. Никто работать не хочет. Government немного денег дал. И всё, и все сидят сейчас на этом самом, на unemployment, безработица типа того. И платят. Никто работать не хочет. Все сейчас бабки на халяву хотят. Понимаете, да? Что это у нас здесь за дорога такая? Флажки понавешиваю. Что-то никогда не замечал. Никогда не было. Интересно, интересно. Ну, ой, ещё дальше пошли флаги. Это что такое? Это что такое? Ну, всё. Переезд у нас завершённый. Можно нас поздравить с новосельем. Разгрузили уже. Коробочку сняли. Осталось два блока и всё. Два двигателя. В субботу, Тёма говорит, нам дают форклифта. Мы едем забирать. И тогда уже будем моторы снимать. Так что всё, ребята. Ждёмся. Всё интересно впереди. Всё интересно впереди.